Марина Новикова парикмахер со стажем, владелица салона, финалист Russian Hairdressing Award, эксперт компании Schwarzkopf Professional и преподаватель Академии ASK. Как опытный бьюти-специалист стилизовала множество фотосессий и на личном опыте знает, с какими трудностями сталкиваются парикмахеры и визажисты, желающие презентовать свои работы в качественно выполненном портфолио. С этой целью Марина Новикова презентовала мастер-класс «Фотосессия от индии до реализации». Стрижем мы хорошо, крашиваем мы хорошо, обслуживаем клиентов салона хорошо, но фотосессии, к сожалению, не всегда знаем, как правильно делать, я хотела это научить. Фотосессия равно продвижение, показать миру себя, рассказать, что ты умеешь красиво и хорошо делать. Это заработок, это клиенты, которые к тебе пойдут, это признание среди коллег. Вообще фотосессия дает очень много преимуществ, и это вообще другая сфера деятельности, она очень интересная, особенно когда познаешь, что ты хочешь такой кураж, и остановиться в ней невозможно. Сегодня очень активно процветает продвижение в соцсетях, и действительно хотелось бы выкладывать более качественные фотографии, видео, и знать, как это делается профессионально. Ну и плюс, все равно это, в первую очередь, знакомство с новыми интересными людьми, коллегами, либо людьми, с которыми можно впоследствии потом поработать. Практическое задание слушателям класса предложили выполнить не индивидуально, а в команде, потому как умение сработаться – уже половина успеха. Первая ошибка, которую допускают человек, который пытается снять фотосессию, это то, что сначала нужно придумать какую-то идею, и потом уже все остальное должно случиться. На самом деле, по моему мнению, это не так. Первое, что должен знать человек, это то, какие бывают типы и виды фотосъемок, зачем они нужны, для кого они, какая цель у данного проекта. Затем можно начинать придумывать тему, тогда она уже льется легче, потому что можно придумать, полететь в космос, а как это сделать, невозможно, ты не знаешь. На самом деле, составление мутборда у меня занимает гораздо больше времени, и даже, я бы сказала, месяц, и два, и три, может быть, даже и год, и постепенно что-то отсеивается. Составление мутборда – это сначала такая свалка своих идей, с помощью которых мы можем транслировать не только информацию о своей команде, но и для самого себя понять, что ты хочешь в итоге получить какую картинку. Вот мы сейчас учимся это делать. У нас мутборд будет, значит, на тему гопников. Я извиняюсь, конечно, но связано это с тем, что я из сурового города Магнитогорска, и тут решили мы немножко на обучении поприкалываться, насобирали картиночек всяких лысых дядечек. Наша идея фотосессии заключается в том, чтобы продавать перцовые баллончики. То есть мы хотим сначала всех напугать гопниками, а в конце-таки покупай перцовый баллончик. Наша тема сегодня – стиляги. Мы все-таки хотим раскрыть ее, как людей, которые хотят выделяться, выделяться в одежде, в аксессуарах, в музыке. Мы подобрали аксессуары тех людей, это город, одежда, обувь. Все, что сегодня мы получили, все знания, мы их адаптируем именно под нашу работу, и у нас есть идеи фотопроектов для журналов, для соцсетей, просто для внутренней рекламы. Сегодня в связи с доступностью информации и профессиональной техники мы не делаем скидки фотосъемкам, проведенным не в модной столице. Будь то Лондон, Москва или Челябинск, бьюти-специалистам необходимо ориентироваться на лучшее, что создается в индустрии. Но одно дело знать, как надо, другое – уметь воплощать это в жизнь.